Игорь Дадон Мы всегда уделяли очень большое внимание. Благодаря нам были приняты законы по Гагаузии, которые добивались последние 20 лет. И фракция социалистов нам удалось их провести в декабре прошлого года. Эти выборы очень важны, потому что мы видим, какое давление идет со стороны Кишинева на Гагаузию. Сняли из Собьеза башка на Гагаузии. Сейчас давление на прокурора, генерального прокурора, который считает, что он профессионал. Но он гагауз, кому-то не нравится, хотят, наверное, какого-то румына поставить и так далее. И все-таки, чего ждут от выборов в народное собрание Гагаузии простые жители автономии? Знаете, люди очень опасаются дестабилизации. Все помнят, когда правые были власти, начало 90-х, печальный поход на Гагаузию. И в этой ситуации, конечно, очень важно в народное собрание Гагаузии, чтобы было большинство патриотов, те, которые будут защищать права автономии. По большому счету, Гагаузы хотят того же, что и жители всей Молдовы. Стабильности, развития, уверенности в завтрашнем дне. Как этого добиться для кандидатов от блока коммунистов и социалистов – это не вопрос. Евгений Тукан, несмотря на молодость, обладает хорошим управленческим опытом. Был и заместителем примара Камрата и муниципальным советником. Он выходец из села Конгасик. От него же выдвинут кандидатом в округе под номером 29. Сейчас к власти пришли проевропейские, можно сказать, про румынские даже власти. И тут избиратель Гагаузии тоже должен быть внимателен, потому что многие независимые депутаты, они на данный момент кроются только независимыми. Как только они попадут в народное собрание, центральные власти будут дергать их за ниточку и будут заставлять, буквально заставлять, чтобы они принимали угодные проевропейским властям законопроекты. Поэтому я бы хотел призвать людей, чтобы они голосовали за тех, кто их никогда не подводил. За тех, кто был всегда на стороне Гагузии, какая бы ситуация ни была. Евгений Тукан первым делом после победы на выборах организует в Конгасике сход граждан. Но есть в его предвыборной программе особый проект – сделать ежегодный фестиваль арбуза в селе Конгасик на республиканском уровне. Иван Димитрогло – кандидат от блока коммунистов и социалистов по избирательному округу номер 4 в Камрате. Муниципальный советник с юридическим образованием, магистр права. Он показал нашей съемочной группе, как на практике реализуется очередной инфраструктурный проект в Камрате. С момента того, как мы стали муниципальными советниками, у нас зародилась идея для того, чтобы асфальтировать нашу улицу Ломоносова, соединить наши два участка, которые разделяет наша река Ялпук. Эта идея у нас уже больше года. И наконец-то сегодня при помощи нашей команды, при помощи правительства нам удалось сюда привлечь миллион лей. И на сегодняшний день вы сами видите, что вот уже последние подготовки для асфальтирования дороги. И наконец-то жители этого участка тоже почувствуют за последние 30 лет, что такое асфальтированная дорога. Инвестиции были запланированы в госбюджете на этот проект еще в прошлом году усилиями фракции социалистов в парламенте. В планах на следующий год строительство моста на этом участке. По словам Ивана Димитрогла, много новых проектов ждут своей реализации. И сейчас все в руках избирателей. В выборах в Народное собрание Гагаузии, которые пройдут 19 сентября, участвуют 122 кандидата. Мониторинг выборов будут проводить 10 национальных и 7 международных наблюдателей.